Всем здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Меня зовут Антон Скаль. Начнём, как всегда, с главных тем. 190 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. Подробную статистику узнаете в нашем выпуске. Стали известны новые подробности о подозреваемом в нападении на девушек в Бийске. На месте побывала наша съёмочная группа. 190 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. Выздоровели 155 пациентов. Также зафиксировано 7 смертельных случаев, 4 из них от коронавирусной инфекции. Всего же в крае почти 16 800 инфицированных. Из них 14 000 выздоровели. Сейчас проходят лечения в госпиталях свыше 1800 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Амбулаторно 4 человека. Кроме этого, 2000 пациентов с подтверждённой вирусной пневмонией находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 250 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам. По данным оперштаба, тяжелобольных 364 пациента на аппаратах искусственной вентиляции лёгких – 138. Всего за период пандемии в регионе скончались 659 инфицированных человек, в том числе из-за коронавируса – 311. Полгода разлуки с женой из-за карантина. Барнаульский дворник Рагунар Абдурманов, известный в социальных сетях своими танцами, не может вернуться к супруге в дом-интернат. Наши корреспонденты узнали, как пара переживает разлуку и есть ли шанс, что они встретятся до Нового года. Барнаульский дворник Рагунар Абдурманов покорил наших телезрителей ещё в феврале. Видеоролик с его танцем в соцсетях набрал десятки тысяч просмотров и добрых комментариев. В апреле он снова вернулся на экраны, только уже в качестве героя трагичной истории. Из-за карантина ему пришлось пережить разлуку с женой. В дом-интернат возвращаться заработков было запрещено, чтобы не подвергать опасности пожилых людей. Во время карантина дворник жил на работе, в больнице. В томительном ожидании встречи с супругой прошло полгода. Созваниваемся, бываем часто созваниваемся. Звоним мы, наверное, каждый день, потому что даже повиделся, кто нам связи. Прямо друг друга видим, как вот сейчас я вас вижу. Сегодня Рагунар всё ещё живёт и работает в больнице. Карантин в интернате продлили до 15 ноября. Без меня не скучаешь? Нет, не скучаю. Не скучает она и смеётся. Поэтому, ну давай, милая, всего хорошего тебе. Ожидается, что карантин в интернате продлят до февраля. Долгожданную встречу с супругой вновь придётся отложить. Но для Рагунара эта мера скорее добровольная. В интернате он получает пенсию и лечение. Можно быть рядом с женой и не работать. Но без любимого дела дворник не представляет свою жизнь. Для своей любимой, конечно, работаю. А для кого же ещё? Анастасия Борисова, Денис Кузьменко. Новости. Сможет ли семейная пара встретиться в 2020 году? Вот как ситуацию комментирует руководство Дома интерната. Когда это закончится, я бы тоже хотел. У меня народ уже тоже устал работать в таком режиме, в закрытом. Мы с апреля месяца здесь сидим. И никто не может ничего сказать. То продлевали на два месяца, сейчас на месяц продлили, потом ещё раз на месяц, потом ещё раз на месяц сейчас. До ноября. Как будет обстановка в стране, я не могу предугадать. Продолжаем выпуск. Сегодня во всём мире день борьбы с остеопорозом. Уточню это заболевание, при котором кости теряют свою прочность и, соответственно, чаще ломаются. Кто ему подвержен и какие меры профилактики необходимо предпринимать? Наши коллеги сейчас на связи в городской клинической больнице номер 11. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Немного больше о остеопорозе расскажет нам заведующий кафедрой травматологии Алтайского государственного медицинского университета Андрей Александрович Коломеец. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто наиболее подвержен этому заболеванию? Если вам больше 50, и вы женщина, то вы должны знать, что остеопороз у вас уже есть. Поэтому желательно вам пройти либо ультразвуковое исследование, либо специально рентгенологическое для определения плотности кости. Встать на учет как минимум к своему гинекологу, чтобы он выписал вам поддерживающую терапию. А в соотношении с мужчинами? В соотношении с мужчинами 10 женщин, один мужчина. Мужчины более физически активны, и остеопороз у них развивается реже и протекает мягче. Какие методы диагностики существуют, как в больнице, так и дома самостоятельно? Специальное рентгенологическое исследование, которое определяет плотность кости, ну типа компьютерной томографии, и ультразвуковое исследование, скрининговое, которое грубую патологию также выявляет. А самостоятельно как? Можно сделать все-таки выводы? Самостоятельно, только по паспорту, ну или при тяжелом остеопорозе, когда при незначительной травме ломается, допустим, шейка бедра, лучевая кость в типичном месте, позвонки. Это вот самостоятельно можно определить по травме. Какие меры профилактики существуют? Профилактика основная, постоянная физическая нагрузка, оздоравливающая, в результате которой кальций активно идет в кости, укрепляет ее. Ну все-таки, давайте, не так страшно, не будем всех пугать, что все этому подвержены. Все-таки при правильном питании и физических нагрузках, в принципе, жить можно. Однозначно, в нормальных пищевых продуктах, мясомолочных, есть нужное количество кальция и других микроэлементов для того, чтобы кость была прочной. Спасибо, Андрей Александрович. Подробнее об этом заболевании мы расскажем в следующих выпусках. Спасибо, Анна. И к другим темам расследования убийства девушки в Бийске продолжаются. Стали известны новые подробности о подозреваемом в преступлении. Напомню, неизвестный мужчина напал с ножом на двух девушек. Одну из них убил ударом ножа в живот, вторую ранил. Хронологию событий страшного вечера восстанавливала корреспондент телеканала Софья Житина. Мы находимся на месте страшного преступления. Бийск, социалистическая, 94. Именно здесь неизвестный мужчина напал с ножом на двух девушек. Одну ранил, вторую убил. Была в этой истории третья, которой чудом удалось спастись. Гуляли, смеялись, разговаривали. Ничего не предвещало беды. Так рассказывает о событиях 18 октября подруга погибшей 22-летней бичанки Марии Анохиной Юлия. Девушка остановилась поговорить со знакомым. А когда догнала подруг, было уже поздно. Я стояла, как бы, и не видела, где она. Я никого не видела. И вижу то, что стоит какая-то бабушка в очках. Даже не бабушка, а тетенька. И еще несколько молодых людей. То, что они спрашивают. Ну, вы не знаете, кто это. А я посмотрела, а это оказалось Маша. Ну, как нам, вернее, сказала эта тетенька, то, что Маша вроде дышала, она даже разговаривала. Сказала то, что ее какой-то мужчина ударил. Юлия, так же, как и погибшая Мария Анохина, занималась каратэ. Поэтому первой, кому она позвонила, был их общий тренер, Роман Селиверстов. Мужчина рассказывает, приехал на место происшествия раньше скорой помощи. На этом месте я увидел Машу, которая лежала без сознания. С ней работал следователь, который списал у меня данные ее, ее родителей. По приезду скорой помощи, скорая помощь подошла, посмотрела у нее пульс. Пульса не было, констатировал факт смерти. Вторую девушку Анастасию нашли раненой в грудь и живот через дорогу. Она выбежала на оживленную трассу, звала на помощь водителя, проезжающего мимо автомобиля. По словам Романа Селиверстова, на другой стороне стояли сотрудники ГИБДД, которые никак не отреагировали на происшествия. Мужчина задается вопросом, почему не помогли спасти, не их ведомство. Как ехал, они всегда за пешеходов здесь штрафуют. И они даже не сорвались ни на преступление. Мы просто стояли, они до конца стояли. В соцсетях ошибочно пишут, что подозреваемый в преступлении мужчина был одет в желтую камуфлированную куртку. Однако Селиверстов объясняет, это очевидец преступления. Очевидец преступления, я так понимаю, был житель этого дома, который давал показания, в какой куртке и как выглядел преступник. И я так понимаю, вон тот балкон, который с решеточками, он там находился, он делал какой-то ремонт. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Убийство, а также покушение на убийство двух человек. Известно, что преступник худощавого телосложения при себе имел рюкзак со светоотражающими элементами. Следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета совместно с сотрудниками уголовного розыска проводят необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступлений, а также лица, причастного к его совершению. Друзья и знакомые Марии Анохиной рассказывают, девушка была доброй и отзывчивой. У нее остался маленький ребенок, которого теперь придется воспитывать ее родителям. Правоохранительные органы обращаются к каждому, кто стал невольным свидетелем произошедшего, с просьбой сообщить обо всех известных фактах. Посмотрите на экран. Может быть, в этом мужчине вы узнаете своего знакомого или прохожего на улице. Помогите раскрыть это страшное преступление. Софья Житина, Дмитрий Козерлыга. Новости. Бывшего инженера алтайской компании «Модест» признали виновным в получении взяток. Также его осудили за мошенничество, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Установлено, что с 2014 по 2018 год специалист через посредников получил несколько взяток на сумму в больше 645 тысяч рублей от руководителей других барнаульских компаний. Как отметили в ведомстве, деньги предназначались для выбора именно этих фирм в качестве поставщиков, комплектующих к инженерному оборудованию для нужд «Модеста». Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину. Следователи арестовали имущество инженера на сумму более 540 тысяч рублей. Суд, в свою очередь, признал мужчину виновным и назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. На этом у меня все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katuin24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Эфир продолжат мои коллеги.